Информация поступает с места. Сейчас буквально у нас в Рио сейчас 6 утра, в Колумбии еще меньше, то есть глубокая ночь, там еще сейчас темно, поэтому, конечно же, какой-то четкой информации нет, но, правда, первые обнадеживающие сведения действительно, как вы сказали, о том, что есть выжившие, причем люди, которые сопровождают бразильских футболистов, они находятся на месте этого происшествия, в частности, в городе Меделин, на колумбийском городе, куда направлялся самолет. Как минимум уже троих футболистов доставили в больницу, и один из них, по некоторым данным даже сознанием, он даже общался с людьми, которые его спасли, то есть есть шанс, что будет еще больше выживших, но на этот момент мы точно не знаем, действительно, насколько эти шансы велики. В частности, сам клуб Шапе Конец только что, буквально 15 минут назад, распространил в соцсетях такое заявление, в котором говорит о том, что дождется официальная информация колумбийских властей, потому что в данный момент, конечно, много поступает информации, часто проводить противоречивые из журналистских источников. Вот, ну, могу привести один пример, например, только что в соцсетях появилась информация, что брат Аль-Клуба был спасен, но даже поговорил со своей женой по телефону, и буквально через 5 минут эту информацию опровергли. В самом клубе сказали нет, брат Аль-Клуба никому не звонил, то есть, ну, действительно, сейчас нужно еще некоторое время подождать, чтобы ясность была, но пока мы знаем действительно о том, что самолет разбился и совершил вынужденную посадку на заходе в аэропорт города Меделин, куда он направлялся из Боливии, бразильские футболисты участвуют в чемпионате Южной Америки, и есть выжившие. Вот пока на данный момент это вся достоверная известная информация, а также можно сказать о том, что самолеты, которым идет речь, это маленький региональный самолет, четырехмоторный, на производство британский British Aerospace, которому на момент происшествия было 17 лет. Да, спасибо, Александр. Корреспондент агентства «Спутник» Александр Краснов рассказал подробности о крушении самолетов в Колумбии. Ну, надо сказать, что самолет Авра РГ-85 производился в Великобритании до 2003 года, и коротко расскажем о его особенностях. Пассажирский самолет Авра РГ-85 вмещает до 100 пассажиров. Особенность модификации – удлиненный фюзеляж. Первый полет был совершен в августе 1982 года. Самолет ориентирован на использование в небольших аэропортах в городской черте. Основное назначение – работа на региональных авиалиниях. Широко эксплуатируется европейскими авиакомпаниями, такими как Люфтганза и Брюссельс Эйрлайнс. По состоянию на 10 мая 2013 года в авариях и катастрофах было потеряно 15 самолетов этого типа. У самолета, разбившегося в Колумбии, возможно, закончилось топливо. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на мэра одного из близрасположенных городов. Ну и сейчас на прямую связь с нами по телефону выходит вице-президент профсоюза летного состава России Олег Приходько. Мы попробуем у него узнать нюансы этой авиакатастрофы. Олег Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Да, Олег Андреевич, ну вот появилась информация, что экипаж подавал наземным службам сигнал о низком уровне топлива. По данным сервиса Flyradar, перед падением борт кружил несколько минут, а зачем исчез с радаров? Вот такое вообще возможно? Ну, в современной гражданской авиации катастрофы никогда не происходят по одной причине. Даже если что-то произошло с утечкой топлива и так далее, то существует много разных других вариантов. Там немедленные посылки, другие аэродромы и так далее, и тому подобное. И всегда, как минимум, если катастрофа уж произошла, то это сочетание порядка десяти причин, которые сошлись в одно место в одно время. И могу сказать, что в современном мире порядка четырехсот-пятьсот человек в год всего лишь погибает в гражданской авиации, при том, что она перевозит порядка трех миллиардов человек на очень большие расстояния. Поэтому уровень безопасности очень высокий, требования безопасности к авиакомпаниям очень высокие. И представить себе простую ситуацию, что просто закончилось топливо, и из-за этого упал самолет, это практически невероятно и невозможно. Поэтому, я думаю, окончательно, только после вывода в комиссии можно делать какие-то выводы. Только после этого надо подниматься всем средством массовой информации, и тогда делать какие-то выводы, и понимать, что еще они доделали в нашем мире, в гражданской авиации, что допустило вот такую катастрофу. А на ваш взгляд, что тогда могло стать причиной авиакатастрофы? Ну вот, ваше экспертное мнение. Вариантов может быть очень много, причин будет всегда несколько, их будет несколько. Даже если что-то с техникой произошло, с топливом, с погодными условиями, то даже важно, почему это произошло, почему допустила там авиакомпания, экипажа, техники и так далее, потому что это все давно регламентировано, прописано. Это очень жесткие требования, тем более здесь международный полет еще. Такой непосредственной причиной, которая послужила под катастрофу, конечно, может быть много, там и горы, там и неисправность техники, и погодные условия, и проблемы с топливом каким-то. Пока это бесполезно говорить, это невероятно сказать. Сложный аэродром там, сложные горы, в горах всегда сложные полеты, но к этим полетам подготовлены и авиакомпании, и летчики и так далее. То есть все равно этого не должно было произойти. Ну и сообщается о выживших от 6 до 15 человек, пока неизвестно точное число выживших пассажиров. И пассажирам и членам экипажа помогло то, что самолет не взорвался при крушении, он фактически развалился просто на две части. О чем это может свидетельствовать? Каковы вообще шансы выжить при крушении самолета? Экипаж пытался, я думаю, что экипаж пытался посадить самолет вне аэродрома. Похоже на это. Возможно, пытался посадить где-то на какую-то площадку, подбирал. Может быть, пожар какой-то был, может быть, что-то действительно с топливом. Пытался посадить на выбранной площадке без аэродрома. Это очень сложно, конечно. То, что люди выжили, это уже экипаж хорошо справился, хоть кто-то остался. Я думаю, что это была вынужденная посадка. И вот таким образом. Поэтому люди выжили. Да, понятно. Спасибо, Олег Андреевич. Я напомню, что на прямой связи по телефону был Олег Приходьцко, действующий летчик, вице-президент профсоюза летного состава России. Продолжение следует.